Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видеоролике я вам покажу, чем нужно обработать томаты, а также другие растения. Сегодня буду обрабатывать томаты. Когда вы этим веществом обработаете свои томаты, то они 100% гарантированно будут защищены от фитофторы и вообще от всех других опасных для томатов грибковых заболеваний. А это очень важно в период плодоношения, чтобы растение было в безопасности. Поэтому сегодня мы обработаем и защитим наши помидорки от фитофторы. Для такой обработки лучше всего подойдет фитоспорин. Фитоспорин продается в любом садово-огородном магазине. Он бывает трех видов. В виде порошка, в виде жидкого концентрата, ну и также в виде пасты, вот как у меня. Вот такая вот черная паста. Вот, она так красит очень кожу, вообще все красит. Вот, поэтому аккуратно с ней нужно обращаться, чтобы ничего не замазать. Вот, сегодня я покажу, как использовать вот такую вот пасту. Вот, фитоспорин. Для начала, то есть мы ее не сразу, вот в виде пасты, вносим фитоспорин в воду и потом обрыскиваем. Для начала нужно приготовить маточный раствор. Обычно на упаковке написана пропорция, как сделать маточный раствор. Вот здесь, например, в этой упаковке 200 грамм и написано, что нужно вот эти 200 грамм вот этого геля, вот этой пасты, нужно растворить в 400 миллилитрах теплой воды. Вот, я это уже сделал, но только я сразу весь фитоспорин, ну не растворял. Вот эту вот пасту я сделал, где-то, ну получается 300 грамм маточного раствора. Я в 200 миллилитров воды добавил 100 грамм вот этого вот геля. Все это тщательно размешал и получился у меня маточный раствор. И теперь уже вот этот маточный раствор в нужных количествах нам необходимо растворять в воде и уже потом обрабатывать растения, пырскивать. При помощи вот этого маточного раствора можно готовить растворы, в которых можно замачивать семена, обеззараживать их. Также, когда высаживать рассаду, корешки обмакивать вот в этом растворе. Но только тут нужно читать внимательно на упаковке, здесь разные рецепты. Вот, в зависимости от ваших целей. Сегодня я буду обрабатывать уже взрослые растения томатов, которые уже начали плодоносить. Буду обрабатывать, чтобы на них не напала никакая фитофтора, еще какие-то заболевания. В бачок уже набрал я 10 литров воды. Кстати, лучше всего пырскивать или рано утром, когда еще солнце не взошло, ну или лучше вот вечером, когда уже солнце заходит, его меньше становится, и солнечные лучи меньше попадают на листья томатов и тем самым не будут обжигать. Ну и также можно в пасмурную погоду днем. Вот теперь для приготовления раствора, чтобы обработать от фитофторы, вот к примеру, нужно добавить 2 чайные ложки на 10 литров воды. То есть 2 чайные ложки вот этого маточного раствора, который приготовил сегодня. Вот такой маточный раствор нужно хранить в холодном месте, и хранится он полгода. То есть полгода у него срок годности. Вот 2 чайные ложки. И перемешиваем. Поэтому я сразу всю эту пасту не растворял, не делал 400 мл маточного раствора, оставил половину на следующий год. Вот все, теперь этим можно обрабатывать томаты, также не только томаты, но и другие культуры, и капусту, и картофель, и огурцы, и даже садовые цветы. Но уже там другие рецепты. И теперь тщательно опырскиваем кусты томатов. Промочить листья нужно полностью, и желательно с двух сторон, снизу и сверху. 10 литров такого раствора хватает на 100 квадратных метров, то есть на одну сотку. Если у вас есть маточный раствор, то рекомендую сразу всю пачку этого геля замешивать, делать такой много маточного раствора, и обрабатывать все ваши кусты. Такую профилактику нужно также повторить через 10-15 дней, чтобы результат был более эффективный. Вот, теперь, после такой обработки, мои томаты точно не заболеют фитофторой. Потому что томаты обычно часто страдают от фитофтори у нас, обычно. Другие какие-то грибки редко встречаются, вот обычно фитофтора. Ну, а на сегодня у меня все. Вот, рекомендую приобрести такой препарат, и обработать все свои культуры. Желаю всем отличного урожая, всем мира и добра, и всем до новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok